здравствуйте дорогие зрители prime tv с вами резван гусейнов и в этот раз наша передача посвящена событиям ямварским событием 1990 года и пику этих событий который пришелся на 20 января ночь с 19 на 20 января когда в баку в азербайджан вторглись войска советской армии резервисты представители различных спецслужб которые учинили кровавую расправу над азербайджанским народом об этом событии много сказано много написано значительная часть нашего народа своими глазами видели переживали эти события в том числе и я был тогда молодым но сегодня спустя 33 года у нас уже есть возможность более глубоко постаравшись без эмоций отдалившись от тех дней проанализировать понять почему это произошло зачем и кому это нужно было и какие выводы из всего этого сделал азербайджанский народ ну во первых естественно события конца 80-х годов народно освободительное национально освободительное движение азербайджанского народа как и других союзах республиках протекала непросто следует отметить что пожалуй наиболее кровавыми вот события национально освободительное движение были в азербайджане и пожалуй в казахстане где еще восемь шестом году тоже были трагические события обернувшиеся гибелью людей молодежи почему именно я считаю что наиболее кровавый естественно в тибилисе восемь девятом году в апреле тоже саперными лопатками убили несколько демонстрантов затем девяносто первом году в вильнюсе были небольшие стычки но именно в баку именно в азербайджане кровь или лилась реками и это не только 20 января надо отметить что в борьбе против азербайджана за его стремление восстановить свою независимость свое независимое государство репрессивная машина советская машина и не только советская но и ряд западных государств и политических кругов инициировали и карабахский конфликт кровавый унесший десятки тысяч жизней и сделавший беженцами вынужден береселенцами миллион азербайджанцев и 20 января является одним из важнейших эпизодов в этой борьбе против азербайджанского народа с целью переломить нам хребет не дать нам возможность восстановить нашу независимость потому что азербайджан был и остается ключевой точкой ключевым местом где решается судьба многих геополитических проектов евразии об этом мало говорят не любят об этом говорить максимум что говорят о нефтяном углеводородным ресурсе азербайджана роли вкладе транзит нефти и газа это тоже важно и это есть часть того элемента важности азербайджана на геополитической карте региона и всей евразии но при этом следует отметить что важность азербайджана заключается и в том что здесь пересекаются практически большинство путей востока на запад и севера на юг наиболее оптимальные выгодная точка азербайджан где можно пересекать эти дороги и по суше и по морю каспийскому проходит поэтому борьба за азербайджан всегда была одним из важнейших элементов геополитических игр различных держав близких нам и далеких я считаю что нам нельзя об этом забывать что в отличие от других народов у нас нету роскоши допускать ошибки нас сразу жестоко за это наказывают недруги у нас мало искренних друзей и партнеров есть турции 90-е годы конечно ничем не могла помочь сейчас есть турция есть пакистан есть израиль относительно тактически с нами великобритания и другие государства но на первом месте конечно же турции и затем израиль и пакистан который на долгосрочной основе мы можем говорить что являются партнерами стратегическими для азербайджан но в 90-е годы восемьдесят девятом девяностом году у нас всего этого не было представьте себе я об этом редко говорю какова была цель какой был смысл вводить в азербайджан крупный контингент 60 70 тысяч военнослужащих ввели в азербайджан для подавления митингов а это равнозначно контингенту который советский союз ввел в афганистан для войны против этого народа для афганского против афганского народа представляете равнозначный контингент был введен в баку и это на фоне того что у нас огромное количество здесь советской армии подразделение внутренних войск и других служб было зачем нужно было вводить резервистов и устраивать карательную акцию против азербайджанского народа ведь как я сказал допустим мало кто помнит баку находился штаб 4 армии одной из мощнейших армий советского союза и 4 армия уникально была тем что имела право вести автономные боевые действия автономные то есть она была вооружена всеми необходимыми средствами для введения войны автономно отдельно от основной армии советской течение нескольких месяцев в направлении до индийского океана против ирана и против натовской турции то есть огромный ареал 4 армия штаб который находился в баку и который подчинялась практически все вооружение войсковые части на кавказе все это было у нас но почему-то это не было задействовано для того чтобы взять под контроль ситуацию в баку и других городах а именно решено было спровоцировать сперва в январе беспорядки в баку и других городах а затем обосновав это ввести сюда карательный контингент и залить улицы азербайджанских городов и столицы кровью те кто это задумывали они хотели тем самым поломить сломить волю азербайджанского народа независимости но они ошиблись эффект был с точностью наоборот именно после я по себе помню и мы помним как мы себя ощущали после событий 20 января 90 года тогда уже весь азербайджанский народ принял решение жить союзном государстве не возможно и те кто думали иначе они выглядели странно они оказались меньшинстве то есть я не знаю это умысел был кгб ссср сделать так чтобы азербайджан не желал оставаться в составе ссср или это была дичайшая ошибка точно такая же как допустим вот 2020 году вторжение в украину которая осуществила россия с целью за два-три дня взять киев и сменить правящий режим в украине у меня такое ощущение что те кто вот это делали украине и застряли там они потомки или же ученики тех кто такую же идиотскую глупость допустили при вводе войск в баку в азербайджан в январе 1990 года то есть тот же мыслительный аппарат и убежденный что методом репрессии можно всего добиться всегда нет репрессии рано или поздно дает такую осечку что в итоге сметают и те кто методом репрессии хочет управлять это довольно неустойчивая конструкция управления и она всегда проседает рано или поздно поэтому я считаю что одним из самых важных выводов которые сделал азербайджанский народ после 20 января это опираться только на свои силы только на себя это понимание того что мы одни вокруг нас практически никого нету кто нас поддержит и поможет мировое сообщество международное сообщество пресса медиа телеканалы мы это тогда уже увидели даже советский против нас нас называли пан туранистами нас называли пан исламистами мы тогда не понимали что это за слова сейчас мы будем из-за туран и за ислам тогда мы не понимали что оказывается это клеймо быть тюрком мечтать о туране быть мусульманином оказывается это состав преступления которые нам инкорпорируются со стороны не не только наших близких соседей, но и западного сообщества. Оказывается, это клеймо в кавычках. И всегда на нас смотрят через эту призму сперва. А, это мусульманская страна. Не важно, что это первая демократия на мусульманском Востоке, что в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика дала те свободы, в частности, свободы и права женщинам, которые во Франции и в США появились только десятки лет спустя после Азербайджана. Это не важно. Главное, что мы мусульмане, тюрки, а значит априори мы враги, а значит любая наша трагедия – это повод для радости некоторых внешних сил. И любая наша ошибка или же небольшое поражение – это повод для врагов объединиться и добивать нас. Я думаю, вот это то, что мы не должны забывать. Это самый главный урок и 20 января, и вообще тех тяжелых лет конца 80-х, начала 90-х годов. Наверное, то поколение помнит, насколько это были тяжелые времена. И наша задача, те, кто видели и пережили все это, передать это следующим поколениям, этот опыт, чтобы не повторялась никогда эта трагедия. Мы не имеем права быть слабыми. Нам это не простят и нас не поддержат, когда мы слабые. Только когда мы сильные, а для этого нужно быть едиными. Только тогда нас слушают и уважают. Поэтому ошибаются некоторые, когда говорят, что почему Азербайджан иногда жесткий в своей внешней политике и в других процессах. По-другому не получится. И опыт горький конца 80-х и 90-х годов показывает, что, к сожалению или не к сожалению, есть определенный коридор возможностей, в рамках которой Азербайджан может выстраивать свое сильное государство. Чужого опыта нам в этом не надо. Нам достаточно своего опыта, с которым с лихвой мы можем поделиться с другими народами. Нам есть что сказать, показать. И в ближайшие годы, я думаю, что будет еще более расти роль Азербайджана. Но единственное, что меня беспокоит, я думаю, надо это сказать, готов ли Азербайджан, готовы ли наши кадры, в первую очередь молодежь, к тем новым вызовам, к тем новым широким возможностям, которые открываются для Азербайджана в нашем регионе. И не только в нашем регионе. Масштабность, проектность тех возможностей, которые открываются для Азербайджана, их надо еще осознать и подготовить для этого соответствующие кадры. Вот это и есть наибольшая, наиважнейшая задача в ближайшие годы для нас и для тех, кто хочет, чтобы азербайджанское государство крепло и развивалось. Спасибо, друзья! 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 Спасибо, друзья!